Любишь играть в онлайн игры и побеждать? Zerga.ru, биржа игровой валюты и ценностей. Покупай по-новому напрямую у игроков быстро и без переплат. Уникальный проект от создателей Fast Trader и Booster. Для тех, кто ценит свой фан. Всем привет, дорогие друзья! С вами Дэвид Джонс, и если вы думали, что мой канал окончательно сдал позиции моей слабости в виде Lineage 2, то вы ошиблись. Нет. Просто на рынке русских локализаций было временное затишье. Конечно, стоит отметить, что 101XP продолжает выдавать чудеса у Бону и локализации в проекте Icarus Online. Но там уже совсем потраченный случай, потому что тех, кто до сих пор играет в какие-либо игры от этой к-к-конторы, уже не спасти, я думаю. Зато сегодня у меня для вас кое-что новенькое. Однако я убежден, что все, кто более-менее следит за ММО-рынком, уже слышали об этой игре изо всех щелей YouTube-каналов и разных тематических сайтов. Астелия Онлайн. Новая игра от корейских разработчиков, которую в России издает компания GameNet. Собственно, на этом можно и заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте ваши отзывы и комментарии, берегите свои деньги и нервы и не играйте в локализации от этой конторы. Все вот так вот, просто. Ладно, давайте чуть-чуть разжую, в конце концов, как я могу пропустить релиз этой игры и снова не стать санитаром леса, показывая людям косяки локализации и доната выжимательную машину в действии. Так, кратко об игре. Астелия представляет собой типичный средний проходниковый заебавший всех шаблон типичной корейской MMORPG. Короче, посудите сами, нужны же какие-то пруфы, верно? Движок Unreal Engine 3 для потрясающих массовых замесов есть. Квесты в стиле коридора и смысла в виде подай-принеси есть. Типичный набор классов, который даже не отличается оригинальными названиями, есть. Типичный, как и во всех ранее вышедших ММО, и скорее дизайн персонажей есть. Сука, здесь даже обозначение квестов один в один, как из Архейджа есть. У тебя есть право впечатлиться нашей впечатляющей работой. Ладно, всего перечислять не буду, мне просто хватило нескольких стримов с ЗБТ для того, чтобы понять, почему этот проект никого не затянет надолго. Добавляем к этому локализатора, косяки которого, возможно, забыли за прошедшее время, и делаем из этой игры отличный плацдарм для моих дальнейших обзоров по старту игры в России. Снова поугараем с ошибок, багов и лютого доната вкупе с несдержанными обещаниями. Отличительной чертой этого проекта станет элемент коллекционной карточной игры. По сути, во время боя вы сможете использовать так называемые карточки, призывы разных типов существ, всех мастей и расцветок. Разработчики также говорят, что они учли ошибки своих предшественников и подготовили для нас гору хай-левел контента. Еще бы, блядь, они что-то другое говорили. Вопрос. Какое первое слово придет к вам в голову, если я скажу коллекционная карточная игра? След за этим покупка карточных наборов. В любой карточной игре вы можете купить набор из карт. Ну а теперь давайте сложим этот пазл в голове и осознаем, какой веселый релиз нас ожидает. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по ветками разбросает. Если вдруг этот проект кого-то зацепит из вас, то играть в него серьезно следует только на европейских серверах. Многие, видимо, забыли, чему нас научил релиз BDO и Блесс Онлайн. Так вот, откройте мои видео, пролистайте мои бесконечные и так всех заебавшие стримы по линейке и освежите себе память. Потому что я снова возвращаюсь для того, чтобы осветить вам очередное падение на дно от наших локализаторов. Я вам помогу, ребята! Я буду командовать! Прошу каждого из вас распространить это видео и поддержать его пальцем вверх. Для того, чтобы заранее оградить людей от очередной волны некомпетентности и мошенничества. Вторых шансов здесь давать не нужно. Всем и так понятно, что нас ожидает. Давайте не допустим того, что было на старте Black Desert или хотя бы снизим масштабы. Ну, геймнет еще терпимо. Прочитав обзор, уже жду, чтобы ворваться и прикупить себе дорогой набор раннего доступа. Тьфу, блядь! Ёпаный, брат! Оставляйте комментарии под видео о том, что вы думаете об игре и ее анонсе в России. Палец вверх, палец вверх. На канал подпишитесь! Вот ты, кто сейчас смотрит, вот да, да, ты, ты, кто смотрит, вообще, ты, ты клевый. Счастья, здоровья вам! С вами был Дэвид Джонс, пока! С рождения Бобби фай мальчиком был. Молодец! Имел Бобби хобби, куньки не любил. Хороший мальчик. Любил и гопил. Что было дальше?